Итак, всем привет, с вами Добгай, мы продолжаем играть за Мальту. Наш орден только-только восстает, мы только-только сделали свои дивизии морпехов первые, и у нас большая проблема в фильме, нас грабит, не дает нам покинуть Мальту, но и забрать наши территории никак они не могут, потому что там всего лишь ополчение. Флот у них сильный, нас спаунили, а вот войск особо нету, так что у нас есть шансы. Но у вас обязательно есть шансы подписаться, нужны эти шансы, я думаю, успешно реализовывать и подписываться, если вы еще вдруг не подписаны, а мы продолжаем. Поехали. И пока что все это плюс-минус по плану, по крайней мере в Африке, Османы здесь проиграют территории, и мы в один момент сможем просто здесь высадиться и пойти потихоньку на восток. Капнуть с Египетом потом будет не так сложно, но нужно, конечно, с одной стороны идти, а не посаживаться сразу в Египет, потому что иначе нас могут зажать. У нас дивизий очень мало, мы не можем позволить себе нормальный фронт. Другой вопрос, что все наши дивизии очень сильны, вот мы еще получаем очередной баф, который дает нам минус 10% ширины фронта, что на самом деле очень сильно, ну еще плюс-то, видите, плюс атака, максимальная тренировка, арга и атака этим специальным войскам, то есть как раз-таки для наших морпехов то, что надо. Это будут очень хорошие силы, наверное, потом я бы, может, их вообще модернизировал, сделал бы из вот этих вот механ-высоточных машин, может быть. Может быть вообще танки сделал бы вот такие. Посмотрим. Единственное, что я сейчас надеюсь, что они возьмут этот фокус и пойдут воевать с Австрией вот этой вот, и, наверное, тогда все будет отлично у нас. И наши эсминцы начинают работать над их подлодками, причем достаточно успешно. Радары, как видите, делают свои вещи, и мы сразу ищем их снова. Я думаю, мы сейчас сможем, блин, неплохо так подформить и опыта, и самое главное уменьшить количество их подлодок. Без подлодок станет воевать проще. Инвестиции в флот потихоньку начинают окупаться, и это у нас еще только начало. Решился я на это по вот такой вот простой причине. Я вижу, что у них здесь никаких нету приказов на поддержку флота. То есть я могу просто спокойно с этими подлодками потихоньку разобраться. Теоретически, если у них флот сильно разъединен, а я вижу, что у них 7 таск-форсов, в теории, если мы еще отстроим побольше эсминцев, то наши вот эти вот хорошие эсминцы могут даже победить их флот, потому что здесь лайт атака есть, да, ее не так много, но она есть. И у нас куча торпед. 24 торпеда, это, конечно, не прям очень много, но, ну, как бы, да, они есть. И они могут спокойно разобраться с хэвиками. Что мы сейчас просто следим, чтобы они не помогали своему вот этому флоту, и спокойно потихоньку разбиваем подлодки. У нас получается, по-моему, достаточно успешно. И тут рано или поздно мы реально их сможем выбить. Нам пока не хватает атаки, чтобы это делать успешно. Но одно за другое, да, мы их выбиваем. Это такие единственные. Всегда смотрим сюда, чтобы эти корабли не начали помогать этому флоту под уловек. Ну, вроде нормально. Ну, и у нас есть, смотрите-ка, минус 5% стоимость хэви шипов и лайт шипов, то есть всех. Это очень мощный баф. Я его, конечно же, возьму. И плюс там скорость обнаружения, что там тоже поможет. Следующим я, наверное, возьму... Скорее всего... Вот это. Потому что этот бафает наши торпеды. И внезапно это единственный баф, который у нас вообще будет работать. Потому что скринов нам нету в других линии. Позиционирование у нас никогда не будет проблемы. А так как капитал шипов у нас их нету, критов у лайтов, но это как бы шутка хорошая. Так что разбираемся потихоньку с подлодками. А как у нас будет достаточно опыта, мы вообще вот эти бафы начнем брать. И тут тоже будет все намного лучше. Я вижу, что у них внезапно тут несколько таскфорсов, но это все еще подлодки. Окей. Кстати, еще один важный момент. Здесь только подлодки. А это значит, что я вполне себе могу взять и высадиться вот сюда. Тут потом будет Каирский пакт, так что дождусь я, наверное, пока они к нему придут. С одной стороны. С другой стороны можем выбить Войну Египта и высадиться, в принципе, вот здесь. Но пока планируем так же. И да, смотрите, мы подбафали обнаружение. И уже по 4 за бой сбиваем. Это прям реально хватает на то, чтобы получить зеленое море. И мы реально уже можем высаживаться. Нужно только дождаться, пока Каирский пакт объединится. И вот это вот зайдет к нему. И да, прекрасно. А еще у нас очень хорошо прокачивается тут адмирал. Он здесь реально получает, я думаю, неплохо по бафам. И мы сможем делать вот это для наших эсминцев. Да, это будет очень хорошо, но если он успеет вот это собрать, потому что мы реально берем вот это, это дает еще минус видимость, плюс урон и плюс торпеды. И вот это тот самый момент, я заметил, когда нам надо немножко напрячь очку, скажем так, и спрятаться, потому что иначе, я заметил это по Красному морю, иначе наш флот немножко могут подвайпать, так что надо немножко зачилиться пока что. Но мы смогли, по крайней мере, восстановить порт железа, и я немножко начинаю строить конвои, хотя бы по, ну, одна верфь, хотя бы немножко. И на эти конвои покупаем сталь, продолжаем строить армию. Так. Германия предлагает нам в Митл-Европу фактори получить. Нет, наверное, спасибо, не надо. Мы вообще же не состоим вроде, нет. Окей, мы состоим в Митл-Европе, забавно. Ну ладно. Фильм капнуло. Не. А это, кстати, ммм, ммм, звучит как наш момент. Ну, эту провинцию я, очевидно, брать не буду. Единственное, я взял себе один корабль. Не уверен, что это, это... Фу, я взял себе не один корабль. Я взял себе флот Фильмы. Причем, очень уверенный флот Фильмы. Что теперь означает, что у меня есть отличный флот. Единственное, все, что у меня нету топлива, на этот отличный флот. Ну, как флот, не отличный, но это афеносис 3-го левела, его можно рефитнуть будет. Здесь корабли, ну, солидные, как минимум. Конечно, не как наши. Но что тут в них? Они уверены в себе очень даже. Тут все отлично. Этим можно воевать. Этим можно побеждать. И самое главное, у нас теперь нету соперника, который будет давать обучение только весь флот. Нам мешать в иске. Получается, путь на Египет открыт. Там, кстати говоря, начинается льдацкий ультиматум, но он нам не сильно интересен. Нам интересно доделать еще одну дивизию морпехов. А мы пока что доделываем тут язык, и получим себе тоже еще ячейку, и еще кучу скорости исследований. Это прекрасно. Ах, социалисты воюют с Италией. Италия вступила в Рейхспакт. Всего говоря, редко разведе событий. Да, там полная война. Тотальная война, я бы сказал. А нам нужно тотально высаживаться в Египет. Ну и что ж, начинаем, я думаю. Делаем флот на поддержку вторжения. Здесь субборины отделяем. Наверное, я еще отделю авианосец. Поставлю его без задания, чтобы он не тратил наше топливо. Остальное, в принципе, пускай помогает. Наверное, тоже будут эти корабли. Сейчас посмотрим. Поехали. Обиграем войну. И наши дивизии должны быть в состоянии поплыть сюда, как только, кстати говоря, эту страну призовут, конечно же, войну. То есть, может, никогда. Ну, нет, кореннеку призывали. Здесь у нас, так как я и говорил, полное, тотальное присутствие на море. Мы ничего больше не используем здесь. Нам топливо нужно экономить. чисто немножко вот этих вот эсминцев отличных и то, что нам досталось от Фиумы. И наши войска без проблем управляются с гарнизоном в Бенгазе. Нужно бы сразу же заводить туда дополнительные войска. Так, нас чуть не затроллили сейчас. Закончилась война Каирского пакта. Мы немножко опоздали, так сказать, на перестрелку. Но у нас еще есть все шансы. Тут самое главное успеть сформировать вот такой вот фронт и как-то его потихоньку пушить на восток. И я деплою вот эту дивизию сюда, потому что нам нужна еще одна дивизия. Нам нереально здесь развивать наступление. Нас не смогут спушить, я думаю. Наши войска слишком хороши. Но винтовых не хватает. И решаю я сделать небольшой ход конем. Вот это попробуем высадить вот сюда. Сейчас чуть-чуть отошлепно, что здесь очень много войск. И если мы займем этот порт, то, в принципе, здесь стабжения не будет и мы потихоньку сможем пушить. И потихоньку сейчас у нас вот эти дивизии, я надеюсь, начнут формироваться, потому что винтовок не хватает. А попросить их я смотрел пока что, как будто и ни у кого. Ни у кого их нету. Именно что они не... То, что они готовы нам выдавать. Они, если что, дали бы нам. Что Германия, что Россия, что вроде как Франция. Но их просто ни у кого нету. Поэтому, кстати, вот у этих ребят есть. Думаю, это у нас шанс. Нам нужно просто больше дивизий, и мы сможем камбэкнуть. Пока что, в принципе, на ситуации опять-таки, как я и сказал, она нормальная, потому что здесь адаки у дивизий нету. Мы сможем держать эти горы сколько угодно. Ой, мы смогли, смотрите, как купить себе острова какие-то. Прекрасно. Вот эти вот острова. На них, конечно, ничего нету. Делают их не сильно полезными. Но почему бы нет? Я думаю, как только у нас будут готовы какие-то хотя бы здесь дивизии. Давайте сделаем вот так, наверное, чтобы у них боеспособность была побольше. Только вот это подготовиться, сюда занять просто позиции, чтобы худировать, мы начнем нашу операцию. А пока что мы просто вытягиваем их ресурсы, пока наши набираются. Ой, мы, смотрите-ка, да. Так понимаю, продолжаем выкупать все дальше и дальше. И мы сможем их интегрировать, делать их нашими национальными. Это значит, очень тоже для нас приятно. И да, нам продают еще одни острова. Прелесть. Мы также можем выдать медали. Я, наверное, так и сделаю. Плюс 5 атаки раз в дивизии. Плюс 5 атаки вот сюда, как только будет политка на это. И мы получили еще одни острова. Слушайте, наши острова здесь прямо такие растут. Прекрасно. Так что, опять-таки, мы здесь очень мало чего имеем, но не имеем, что имеем. На самом деле, потом это может нам пригодиться, если мы здесь будем что-то захватывать. И где-то здесь воевать. Допустим, мы могли бы так сказать, найти альтернативные источники нефти для нашего флота. Работа 2 новой дивизии готовы. И здесь мы можем также включать себе дополнительные бафы. Армия сюда заезжает. Прекрасно. Сможем уже перебросить сюда дополнительные дивизии. В момент, так сказать, когда здесь заберем порт. И стартуем. Без этого порта здесь вообще не будет снабжения, по ощущениям. Как будто оно есть вот здесь, но до столицы здесь ожидания не доходит. Я вижу, да. И то это столица, я не уверен, что это прям столица. Так что мы отправляемся. Я не думаю, что там есть гарнизон, а если и есть, то мы его должны выбить. Да, так и есть. Наша морская дивизия, морская пехота выбивает этот гарнизон, хоть и потребуется на это время. А здесь пока что наши новые, новообученные войска я думаю, смогут удержать спокойно территорию. Да, 72 организации, господи. Это, конечно, жуть. Ладно, у нас 94, кому жаловаться, как говорится. Ой, мы с карибской культурой объединяемся и получаем педестабильность. Не знаю почему, но пускай. И терна берется, остается совсем чуть-чуть организации, я уже готовлю сюда, наверное, еще одну дивизию легкую перебросить. Так мы и делаем, одна дивизия туда поехала. Здесь порт мы контролируем, они могут начать пробовать отступать, но пока что они никуда не двигаются. Наверное, скоро начнут, а мы сейчас будем их здесь зажимать. так сказать, мол, тиски, ну вы поняли. Единственное, стоит немножко дивизиям постоять, чтобы они организацию восполнили, потому что мы в одной провинции всего, и это очень опасно. Но этих дивизий уже должно быть, вот этих точно проблем восстановжением. Эти, видимо, как-то еще отсюда получают силу земли. Видел я небольшую ротацию кадров, подспавнил еще себе немножко людей, и вот здесь у меня хорошие старые, небольшие, старые слабые дивизии, здесь у меня терморпехи и две слабые дивизии, которые будут держать порт. Можем уже, в принципе, начинать наступление и начинать молтийский зажим, ну вы поняли. И в итоге некоторых маневров смогли мы окружить четыре дивизии, приятно. Продолжаем сейчас маневрировать. И окружение на севере у нас сейчас тоже предвидится. Пока что кампания идет примерно по плану. А вот ликвидация окружения. Можем теперь, наверное, вообще делать батл-план. Хотя я, наверное, пока что продолжу контролить все руками. И, в принципе, не менее амбициозный сейчас будет у нас план высадиться в Александрии. Изначально, кстати, так, что у нас снабжением стало. Хороший вопрос. Ходбоев. А, ну что, меня удивить, наверное, я тут, я понял. А, в общем-то, изначально идея вот сюда высадиться, но здесь никакие нету портов, ни одного. Поэтому мы поедем в ближайший порт, это Александрия. Валяемся просто на голову нашим противникам. Ну что, давайте нажмем вот так, только я, конечно, не хотел бы, чтобы они здесь наступали, но уже ладно. Если нажать так, они, да, они, видите, остановятся. Ладно, набираем организацию заново. И в Александрии всего одна слабая дивизия, которую мы просто уничтожаем абсолютно. Этот вот сюда входит, сюда мы, наверное, давайте-ка перебросим эти две дивизии. А вообще можем попробовать делать еще круче и просто взять и капнуть Египет. У нас это, по-моему, все шансы. Ладно, не получилось, но мы, по крайней мере, обрезали здесь набжение. Давайте вот эту галочку, наверное, тоже пускай планирование готовят и в целом начинают наступления потиху. Я бы так вот им и приказал, да. А здесь сейчас будем контролировать сами. Тут также параллельно окружаем некоторые войска и поджимаем вот с этой стороны. Здесь кое-как удерживаем. Здесь пишется красный, но я думаю, все окей. Да, видите, они более чем держатся. А мы здесь сейчас сожмем те самые тиски. И да, тут уже три поли вошло еще в войну. Нам еще и душить и душить теперь. О, как говорится, увы, но ничего. Не в первый раз, не в последний. Продолжаем просто душить. Мы идем полностью здесь, все пропушим, чтобы нам безопасно было пушить потом на восток. После чего пойдем, я думаю, капнем Каир. Ну и нашими арпехами выбиваем вот здесь вот речки. Блага это суперлегко, когда у тебя арпехи. Они в речке тоже имеют бафы, не только в выстоке. И мы просто сейчас спокойно обойдем Каир и нанесем удар по нему. Здесь мы параллельно так же пушим. Можем даже нажать галочку. И в Торнцев Каир здесь, кстати говоря, все боксы завершены. А я даже не уверен, что на фоне этого можно нажать. Наверное, резист нас таргет, потому что у нас здесь оккупация есть. Я думаю, да. и нам наследство доставить эту территорию с очень большим сопротивлением, я так полагаю, из-за наверное Османа. И мы берем Каир успешно. Так, ребята, стойте, пожалуйста, не умирайте просто так в непонятных битвах. Здесь мне очень не нравятся эти тайлы, но они конечно выглядят супер забавными. Можем просто попробовать зарашить вот таким вот форматом Триполи. Хотя я только что посмотрел, экипет почти капнул. То есть нам реально достаточно сюда будет запушить и я думаю мы победим. Там чему-то лимит очень маленький. Что-то понадобилось еще чуточку больше. Давайте сделаем так, кстати говоря, можем здесь тоже делать зажим или можем просто запушить этот вот победный город какой-то и тогда точно будет кап. Да, так и есть достаточно простая война с момента, когда у нас появились хоть какие-то дивизии ну и конечно же когда вот этих вот ребят захватили это как раз таки произошло я так понимаю когда они дошли до фокуса на Венецию. Ну что ж верили что я могу сказать. Давайте пожалуй на этом и завершим эту серию. Так что с вами была Бэй. Обязательно подписывайтесь если все друг не подписаны. Лайк, комментарий, твичь, дискорд, бустите. Все ребята в описании и до скорых встреч. Всем